Самая известная битва Средних веков. Самая знаменитая армия в истории Англии. Бессмертные собратья Генриха V. После этого военного поражения французы боялись снова сразиться с Генрихом. Долгие годы археологических поисков, потерянная карта, потерянный замок, потерянные могилы. Тайна, которая окружала битву при Азенкуре. Средневековый мир с V по XV века. Тим Садерланд – один из самых опытных британских археологов. Он и его команда экспертов изучают средневековую жизнь, исследуя мир средневековых мертвецов. У нас классическое книжное представление о средневековой жизни. Нам не рассказывали о том, как простой люд пытался прокормить семью. Здесь хранятся сотни, если не тысячи скелетов. Нам, археологам, нужно сосредоточиться на средневековых останках. Изучая скелеты, мы ищем ответы на вопросы. Заглядывая в их пустые глазницы, думая, что они видели, как погибли. Битва при Азенкуре – самая известная из всех битв Средневековья. А из всех битв, когда англичане сражались с французами, – самая ужасная. Мы росли в Англии, читая про битву при Азенкуре. Мы изучали ее в школе, видели в театре. В какой-то мере она – часть национального самосознания. Полагаю, многие узнали о битве при Азенкуре благодаря Шекспиру. Он написал пьесу «Генрих V» в 1599 году. Возможно, это была первая пьеса, поставленная в театре «Глобус». В 65 километрах от Кале, северной Франции, раскинулись тихие нормандские поля. Особенно обширны они вокруг крошечной деревушки Азенкур. Но эти поля скрывают тайны, долгое время ставившие в тупик историков и археологов. Мы полагаем, что знаем все о битве при Азенкуре. И в этом-то вся проблема, потому что на самом деле мы знаем очень мало. Мы хотим узнать правду. Такова наша цель. Археология полей сражения – относительно новая академическая дисциплина. Такие археологи, как Тим Садерланд, раскрывают новые сведения о средневековых битвах не только путем поиска документов. Тим исследовал немало полей средневековых сражений и выявил места погребения многих безымянных воинов, погибших в боях. Но Азенкур всегда оставался с занозой в его сердце. Где-то здесь погибли тысячи человек, однако не найдено ни одного скелета, не говоря уже о массовых захоронениях. И Тим продолжал искать место сражения его мертвецов как одержимый. Мы должны определить сейчас, где мертвецы того сражения. Они где-то неподалеку или их здесь вообще нет? Где-то тут лежат тысячи погибших при Азенкуре, а мы никак не можем найти их следы. Поиски могил Азенкура неразрывно связаны с исследованием Тима, другой исторической фигуры, жившей 400 лет спустя после битвы. Джон Джордж Вудфорд – археолог-предшественник Тима и человек-загадка. Считается, что британский офицер Вудфорд нашел могилу Азенкура. Тим пытается понять, где именно. Он идет по этому детективному следу уже более 10 лет. После Ватерло и поражения Наполеона в 1815 году британская армия оставалась во Франции. Сражений более не предвиделось, так что Вудфорд смог вернуться к предмету своей страсти – древней истории. В 1818 году он отобрал группу солдат с целью обучить их новому искусству археологии. Их цель лежала неподалеку – поле битвы при Азенкуре. Долгие годы Тима дразнила и сводила с ума запись Вудфорда о том, что он нашел то поле боя. Вудфорд стал одним из первых археологов и, возможно, первым археологом полей сражений. Он утверждал, что обнаружил не только кости, но и наконечники стрел, кольца и золотые монеты. Пока что это единственные археологические находки, относящиеся к той битве. Проблема лишь в том, где он их нашел. После долгих поисков Тим наткнулся на письма и наброски Вудфорда, но след никуда не привел, так как ключевые бумаги, как думали, сгорели. Сейчас ученый узнал, что часть коллекции Вудфорда, возможно, уцелела. Чтобы выяснить это, Тим поехал на север. Вудфорд закончил свои дни в озерном краю. Эксцентричный антиквар поселился в доме на берегу озера Деруэнт-Уотер в окружении своих записей, писем и артефактов, некоторые из которых он, возможно, нашел близ Азинкуры. Но после его смерти имущество разделили, и большая часть оказалась потеряна. Тим выяснил, что малая талика материала обнаружилась в музее Кесвика в Камбрии. Будем надеяться, что, изучив дневники Вудфорда или его записки, мы обнаружим информацию относительно его раскопок на поле битвы при Азинкуре. На момент своей смерти в 1879 году Вудфорд был генерал-майором и последним живым британским офицером, участвовавшим в битве при Ватерло. Вместе с братом Александром он служил в армии герцога Веллингтона, поэтому большая часть записей и писем касалась этого периода жизни Вудфорда. Я подумал, что интерес Вудфорда к Азинкуру вызван тем, что он сражался при Ватерло. То была его личная крупнейшая битва. Это сражение имело для него колоссальное значение, поскольку он был победившим англичанином. Также они с братом, членом его семьи, возможно, испытали разочарование после такого масштабного сражения, как битва при Ватерло. Разочарование, потому что непросто жить дальше после события, оказавшего влияние на всю жизнь. Возможно, поэтому он отправился на другое знаменитое поле сражения, не так далеко от тех мест, в Азинкур. Начал составлять карту местности, нарисовал генплан, затем получил разрешение на раскопки и добился успеха. Нашел массовые захоронения и артефакты, связанные, по его разумению, с тем величайшим сражением. Карта, находки — все это соблазнительно, но пока что Тим так и не нашел самое важное свидетельство. Дадут ли эти записи ключ к разгадке? Это его личный дневник. Он не собирался его опубликовать. В те времена он занимался уникальной деятельностью. Я считаю, что по всем параметрам он оказался одним из тех, кого я называю археологами полей сражений. Он выбрал определенное место, описал увиденное и составил отчет обо всем, даже о самых небольших раскопках. А для Азинкура это важно, потому что в 1818 году там впервые провели раскопки и задокументировали их. Но пока что здесь нет ключевых элементов, которые указали бы на его раскопки близ Азинкура. И я продолжаю их поиск, возможно, их просто нет. Явно не хватает страниц. Предложение начинается с середины, так что это не все записи. Сколько пропало, вот что важно. Записи увлекательные, но про Азинкур там ничего не нашлось. Затем Тим заметил кое-что еще. Это может объяснить произошедшее. Когда я просматривал все записи и письма, включая дневник, то обратил внимание на золотую кайму, вот эту. Некоторые письма также имеют золотую кайму, как видите. Вероятно, эти листы вырваны из дневника. И я уже видел эту бумагу раньше. Именно на такой бумаге Джон Вудфорд писал своему брату в феврале 1818. То есть эта бумага идентична той, что в дневнике. Он вырывал страницы и писал на них письма брату. Можно предположить, что это один из его дневников времен раскопок. В таком случае целый дневник оказался разобран, и нам достался лишь его фрагмент. Значит, перед нами не полный дневник. И нужно искать сотни подобных листов с деталями раскопок Блиса Зинкура в 1818 году. Тим так и не узнал, где Вудфорд нашел массовые захоронения. Итак, у нас здесь множество подсказок, но не хватает главной. Только ее-то и нет. У нас есть все остальное. Нам известно все про Вудфорда. Его детальное описание прогулок по местности, письма королю. Но нет последнего кусочка информации, где именно он копал. То, что мне нужно, и я не могу это найти. Представляете, как я близко и как это раздражает? Нет, невероятно. Жаль, что здесь нет его самого, чтобы я мог спросить, где вы были? Где вы были в Азинкуре? Нет волшебного крестика, отмечающего место. И Тим вернулся к тому, с чего он начал. Снова прочитал заметки и письма Вудфорда о раскопках Блиса Зинкура. Где же были обнаружены могилы? Тим вернулся на поле боя. Опыт археолога подсказал ему, где Вудфорд мог найти могилы. Во время работ в 1818 году Вудфорд нарисовал карту примерного расположения французских и английских войск на местности, основываясь на своих предположениях. Разумеется, карта не показывала точное место раскопок, но на ней изображен участок водовода, место, где традиционно поминают павших французов. Именно там Тим начал раскопки в 2007 году. Он изучил всю прилегающую местность, где-то с металлоискателем, где-то с помощью геофизики. Не нашлось ничего, имеющего отношения не то что к битве, но даже к средневековью. Осталось только одно поле, как раз рядом с водоводом. Может, именно на этом поле, если не в самом водоводе, расположены могилы. Мы находимся на поле южнее водовода, он позади нас. И официально это поле никогда не вспахивали. Довольно ровная поверхность, трава высокая, поле почти плоское. Сейчас ранее весна, и если опуститься до уровня Земли, то можно увидеть то возвышение, то низины в некоторых местах. И самой большой аномалией на этом поле является вот эта низина. Повторюсь, поле довольно ровное, но здесь явная низина, и мы не знаем, в чем тут дело. Заманчивая пустота на поле. В 1818-м Вудфорд, очевидно, знал, где нужно искать. Это и есть то захоронение, или это просто природная особенность? Возможно, это и естественная просадка, поскольку вся местность лежит на мягком известняке, а он дает естественную просадку. Тогда все проваливается, а затем заполняется землей. Но, возможно, здесь братская могила, та самая, которую раскопал Вудфорд в 1818-м. Она постепенно заполнялась землей, снова проваливалась и становилась низиной. Возможно, это как раз то место, которое мы ищем. Но мы не узнаем этого, не проведя археологические раскопки. Но проблема в том, что по французским законам для проведения геофизического обследования требуется разрешение не только владельца, но и археологического управления. И только на это поле Тим не может получить разрешение. Сказать, что он этим расстроен, значит ничего не сказать. Мы приезжаем сюда с 2002 года. Сейчас уже 2014-е, то есть мы 12 лет приезжаем во Францию. И всякий раз нужно заполнять бумаги, преодолевать все административные препоны, главная цель которых – сделать археологию не такой простой, как кажется. Мы не можем просто прийти сюда и выкопать большую яму. После Вудфорда, жившего 200 лет тому назад, Тим остается единственным археологом, который ведет здесь серьезную работу. И все ради подготовки к 600-летию со дня битвы при Азенкуре в 2015 году. Вскрытие могил Вудфордом в 1818 году расценили как святотатство, и никто иной, как сам главнокомандующий герцог Веллингтон, приказал остановить работы. Но Тим зашел слишком далеко, чтобы прекратить поиски. Есть и другой аспект исследований Вудфорда, который мог поведать больше об истории Азенкура. Одна из целей его поисков была напрямую связана с событиями 1415 года – замок Азенкур. В некоторых хрониках описывается, как победа Генриха V получила свое знаменитое название. Герольды занимали привилегированное положение во время средневековых войн. Дипломатическая неприкосновенность позволяла им свободно перемещаться между армиями. Они были наблюдателями, иногда арбитрами, и выполняли важные функции даже после окончания сражений. Генриха вызвал французского Герольда и спросил, как называется этот замок. Герольд ответил – Азенкур. И, как гласит история, король сказал, мы назовем это сражение «битвой при Азенкури» по названию замка, согласно традиции. Фактически, это первое упоминание о традиции именовать сражение по названию близлежащего замка. Даже если хроники точны, близ Азенкура не сохранились развалины какого-либо замка. Большинство деревень XVIII или XIX века – самое старое XVII века, но исследования показали то немногое, что было здесь в 1415 году. Единственный средневековый участок, сохранившийся рядом с деревней, это участок замка, хотя его развалин не осталось. В 70-е годы XX века там проводились раскопки. Также там есть церковь, которая датируется серединой XIII века, но нынешняя конструкция относится к XVI веку. Нет свидетельств того, что церковь или замок играли какую-то роль в битве, которая, как полагают сегодня, проходила в чистом поле к востоку от деревни Азенкур. Однако предыдущая работа Тима показала, что нет никаких физических доказательств того, что сражение проходило на этой местности. Нет никаких археологических находок. Тиму это известно, поскольку он изучил всю местность с опытным оператором металлоискателя Саймоном Ричардсоном еще в 2002-м. Если посмотреть на другие карты, историческим картам, показывающим место сражения, доверять также нельзя. Средневековых карт не существует. Самые ранние из них не точны и показывают лишь примерное расположение поля боя близ Азенкура. Более поздние карты XIX века полны деталей, но Тим и эксперт по Азенкуру Анна Кюри поняли, что они лишь копируют первоисточник, личное предположение Джона Бутфорта о местонахождении поля битвы и расположении частей. Но не он, не кто-либо еще не могут с точностью сказать, где фактически находится поле битвы. Однако если замок дал название сражению, значит, оно проходило где-то рядом с деревней Азенкур, возможно, даже под стенами замка. А что, если воссоздать замок и расположить его на местности? Насколько он заметен и из какой точки на местности? Вудфорд писал, что в 1818 году развалины замка еще существовали. Когда в 1818-м Вудфорд приехал на это поле, очевидно, здесь оставались развалины башни, как раз позади меня. А еще на краю поля, вон там, он отметил ров. Я не знаю, настоящий это ров или нет. Маловероятно, что это канава вокруг данного холма, так как задняя его часть выше передней. Сейчас ничего такого там не осталось, глазу не на чем остановиться. Но, по всей видимости, что-то осталось от замка, когда сюда приехал Вудфорд. Сейчас это лишь травянистое поле. Но опытный глаз различает археологические следы. Очевидно, внутри холма что-то есть. На мой взгляд, какая-то конструкция, которая мешает траве расти и отводит влагу с этого места. На других участках трава пышная и зеленая. Очевидно, в почве есть пустоты, и здесь собирается вода, то есть существует какой-то источник влаги. Можно предположить, что здесь находится ров. А там вряд ли, потому что там и трава короче, и влаги меньше. Скорее всего, на том холме стоял замок. В 1976 году случайная находка привела к руинам, раскопанным весьма неожиданным образом. Владелец фермы позади меня решил прорыть дренажную канаву с верхушки холма до основания, к ручью. Он привез сюда землеройную машину и начал копать траншею с вершины до конца поля. Но он наткнулся на обломки известняка и какой-то строительный материал. Затем на большое количество почвы, перемешанной с пеплом и прочим мусором, и это привлекло внимание местных, которые решили взглянуть на яму. Местные жители нашли основания мощных стен, а также каменные своды комнат или погребов под замком или его башнями. Они три недели копали яму. Затем приехали власти и спросили, «Пардон, а что вы здесь делаете?» «Это замок, археологический участок. Прекратите, пожалуйста». Работы остановили, яму закопали, а люди бродили по этому месту, собирая черепицу и битую глиняную посуду. Все обломки расползлись по деревне, и ничего не осталось. Спустя 40 лет сохранился лишь небольшой шрам на склоне, где рыли траншею. Над землей ничего не осталось, а что под ней? На плоской вершине холма сейчас современная ферма. Но одному из сараев сотни лет. Вероятно, его построили спустя столетия после битвы, и вполне возможно, что он стоит на старом фундаменте. Владелец позволил Тиму взглянуть на самую старую сохранившуюся часть — погреб. Если здесь стоял замок, погреб может относиться к тому периоду. Он в безупречном состоянии, поразительно. Никаких повреждений. Только дверные проемы заложены с двух сторон здесь и здесь. И заштукатурены. Неизвестно, сколько ему лет, и неясно, находится ли он на месте старого подвала. Но примечательно, что он рядом с замком и ниже уровня земли. Намного ниже. Может, позади этих стен есть другие стены? Каменные стены. Как и нынешней ферме, замку необходимы были погреба, но вряд ли это тот случай. Было бы приятно сознавать, что это часть замка, но, увы и ах, кирпичи в основном современные, а в то время из кирпичей строили только важные здания. Так что продолжим поиски каменных структур, а это к ним не относится. В общем, хотя и было бы заманчиво сказать, что это старый подвал, и сюда уже давно никто не спускался, он построен намного позже. Замка Азинкур. Однако он существовал во времена Вудфорда. Как знать, может, он сам спускался сюда, так же, как и я. Зажег факел и искал следы замка. Приятно сознавать, что он, возможно, бывал здесь 200 лет тому назад. Поскольку ничего средневекового не сохранилось, Тиму придется собрать все свидетельства, чтобы представить, как выглядел замок. Анализ сохранившихся фотографий показал остатки фундамента замка. Призрачные контуры ныне скрыты под современными склонами, а груды развалин некогда были крепостными стенами. Когда замок бросили, большую часть камней продали или украли, оставив лишь земляные насыпи. В хрониках записано, что спустя десятилетия после битвы замок превратился в руины, хотя некогда его защищали несколько круглых башен. Но как он выглядел раньше? Чтобы представить его, Тим решил посмотреть на другие сохранившиеся строения того времени в этой части Франции. Большие замки встречаются редко. В основном сохранились скромные укрепленные замки, и один из них находится в 30 километрах восточнее Влашо. Мы находимся на пути между резиденцией Генриха Варфлёр и полем битвы при Азенкурии. По дороге англичане старались обходить большие замки и укрепленные города, которые могли создать проблемы. Но что интересно, стены и тип строения должны быть точно такими же, как те, что были в Азенкурии. Можно получить представление о высоте стен и башен замка в Азенкурии. Хотя это скромное по размерам строение, мы можем представить себе каменные круглые башни и защитные стены. По сравнению с деревней масштаб впечатляющий, но нам неизвестно, насколько велик был замок в общей схеме, а именно это нас интересует. Даже небольшой замок можно разглядеть с расстояния в несколько километров. То есть, если бы он был виден с поля боя, то оно могло находиться в любой стороне. И снова Тим обращается к поискам Вудфорда. Может, он что-то упустил? Тим нашел подсказку, крошечную, но соблазнительную. Пока Вудфорд вел раскопки, он общался с жителями деревни, записывал истории о битве, передаваемой из поколения в поколение. Их трудно подтвердить или опровергнуть, однако они давали захватывающее представление о том, как могла проходить битва. В то время Вудфорду было важно собрать местный фольклор, узнать, что жителям известно об этих местах и событиях, как росли их отцы и деды, какие истории передавались из поколения в поколение. Если мы сможем узнать то, что они рассказали Вудфорду, мы словно сами услышим местных жителей 19 века. Некоторые сведения можно почерпнуть из писем и заметок Вудфорда, например, о ныне потерянном камне, установленном в деревне в память о французском рыцаре на том месте, где он был убит. Традиционно считалось, что битва началась непосредственно в деревне, а не на поле. Названия мест подтверждают это, например, Английское поле или холм с мрачноватым названием Гора Мариваль. Изучив все свидетельства, собранные в записях Вудфорда, я подумал, что, возможно, мы пропустили что-то очевидное. Может быть, битва началась не там, где все думают, и есть альтернативный вариант. По традиционной версии, две армии выстроились друг напротив друга на равнине восточнее Азинкура. Как полагают, эпицентр сражения находился вблизи отмеченного на карте водовода. Важно, что указанная на карте дорога вблизи этого места наверняка не существовала в 1415 году. Собранные Вудфордом свидетельства позволяют сделать вывод, что сражение началось примерно в полутора километрах от предполагаемого места боя, там, где главная дорога, по которой двигались войска Генриха, попадает в Азинкур. Сегодня все иначе. В средние века дороги пролегали между деревнями, чтобы люди могли связаться друг с другом. Они ездили по дорогам из одной деревни в другую. Возможно, армии захватчиков шли тем же путем. Они приходили в деревню, разоряли ее и шли к следующей. То есть они не шлепали по пересеченной местности, а перемещались от одного насиженного места к другому и так постепенно продвигались по стране. Тут долина уже, чем более открытая местность на востоке. Более многочисленной французской армии здесь было бы труднее развернуться в боевой порядок. С другой стороны, место благоприятнее для небольшой английской армии. Лучники могли вести огонь по плотной массе врагов перед ними. Мы находимся в долине между деревнями Мезонсель и Азенкур. Армия вышла из деревни позади меня, двигалась по этой дороге, так как это явно старая дорога между двумя деревнями. Они шли в деревню вон туда. Значит, поле битвы при Азенкуре лежит северная деревня Мезонсель. Мы знаем, что сражение произошло где-то здесь. Может, тут, может, там или позади нас. Когда Вудфорд приехал сюда, французы сказали ему, что битва началась именно здесь, на этом поле. Это существенно отличается от бытующего ныне мнения, что она происходила вон там, в полутора километрах отсюда. По каким-то причинам местные были уверены, что сражение началось здесь. Вполне вероятно, что битва началась в этом месте. Затем продолжалась на более широком восточном участке, который традиционно считается полем боя. Нужно принять во внимание, что археологические свидетельства битвы при Азенкуре не найдены. Это важно, так как без них все остальное лишь догадки. Есть местные легенды, фольклор, исторические сведения. Сражение могло проходить где угодно, и лишь археологические доказательства привяжут его к определенной точке на местности. Где-то здесь похоронены сотни, если не тысячи бойцов, в основном французы. А что же победоносные войны Генриха? Их потери сравнительно невелики, кампания выиграна, многие вернулись в Англию. Но кто они? В хрониках битвы при Азенкуре, как с английской, так и с французской стороны, упоминаются по имени только аристократы. Особенно это характерно для английских хроник, в которых упоминаются лишь несколько имен – король, члены его семьи и высшее знать. В ходе исследования мы обнаружили примерно 45 уцелевших могил или гробниц, тех, кто точно участвовал в той кампании. Понятно, что не все они сражались в том бою. Некоторые были отправлены домой. Шекспир оставил нам идею, что эти 45 храбрецов Генриха, эти счастливчики, были его собратьями. Но так ли это на самом деле? Мне всегда было любопытно, когда рыцари Генриха вернулись домой после Азенкура. Их встречали как героев? Например, во времена Вудфорда всех, кто участвовал в битве при Ватерло, чествовали как героев до конца их дней. Считали ли англичане это сражение великой победой? Или Шекспир придумал все для своих современников 200 лет спустя? То, что это написал Шекспир, не значит, что так было в 1415 году. Возьмем, например, его выдумку с группой братьев, которые сражались на поле боя при Азенкурии и в результате оказались связаны друг с другом особыми отношениями. Это явная выдумка Шекспира. Мы имеем дело с профессиональной армией. Во время кампании 1415 года 320 человек записались в нее по контракту. По всей Англии можно встретить захоронения, а также мемориалы в честь победителей при Азенкурии. В основном это те, кто уцелел в сражении, вернулся домой и умер много лет спустя. Насколько их жизнь стала лучше после того, как они смогли с гордостью сказать, что были при Азенкурии? Обычно в таких кампаниях подписывали контракт сроком на год. В основном то были завоевательные кампании. Редко речь шла об одном сражении. За время кампании дворя они знакомились друг с другом. Они были рыцарями со своими слугами, привязанными к хозяину и командиру. Но идея о том, что после битвы они оказались связаны особыми узами, стали братьями по оружию, своего рода клубом бойцов, которые прошли Азенкур, чистейший миф. Могилы ветеранов Азенкура с надгробными камнями и украшениями принадлежат представителям знати, которые так или иначе должны быть увековечены. После многолетних бесплодных поисков могил в Азенкуре Тим и Анна Кюри пришли к останкам того, кто был в тот день на поле боя. Они приехали в Сент-Олбанс, чтобы посетить по приглашению могилу одного из значимых англичан той битвы и настоящего брата самого короля Генриха. Генрих отправился в поход с двумя братьями, вторым по старшинству Томасом, которого отправили домой после того, как он заразился дизентерией, и младшим братом Хамфри, который участвовал в сражении. Хамфри, герцогу Глостерскому, в ту пору было 25 лет. Ему не хватало боевого опыта, и он стремился проявить себя. Нужно помнить о том, что аристократов с детских лет учили обращению с оружием, верховой езде и прочему. Возможно, он участвовал в борьбе и прочих подобных игрищах. А еще он был привязан к своему брату. Необычно то, что кости Хамфри не зарыты, не скрыты от взора. Его гроб находится в открытом хранилище прямо под ракой самого святого Альбана. Значит, он там внизу? Да. То есть он не в могиле, это современный спуск к нему? Да, длинный спуск. Ага. Можно я пойду первым? Должно быть интересно. После вас, Тим. Большое спасибо. У меня довольно большой размер ног. Ступеньки стерты. В 18-19 веках, когда доступ был открыт, сюда приходило много людей. Про могилу забыли больше, чем на два с половиной столетия, пока случайно не обнаружили эту тайную лестницу. Этот склеп специально для Хамфри? Верно. Он скончался в Берри-Сент-Эдмундсе, а затем его перевезли сюда. 4 марта 1447 года, после бальзамирования, его похоронили тут. Но многие считали, что на самом деле в суфолке его убили. Его обвинили в измене и арестовали, а спустя несколько дней он умер. Спустя десятилетия после битвы при Азинкурии, Хамфри втянули в Распри в начале войны алой и белой розы. Настоящая причина его смерти и поныне окружена загадками и заговорами. Когда в 1703 году его гроб вскрыли, внутри лежал разложившийся труп. Но тело так забальзамировали, что оно оказалось заполнено жидкостью вроде алкоголя. Кое-кто неплохо заработал на этом. Люди продавали ее как выпивку. Но ходили слухи, что его заполнили спиртным позднее. Тело лежало открытым до 1872 года. Его часто посещали. Отсюда столько надписей на стенах. Это его личный герб? Четко очерчен. Да, разумеется. Это гербы королевской семьи, начиная с 1340 года, разделенные на четыре части гербы Франции и Англии. А вот это закругление здесь указывает на то, что он четвертый сын короля. Четвертый? Да. 25 октября 1415 года Хамфри командовал одним из самых больших отрядов армии Генриха. Наконец-то мы видим того, кто сражался при Азенкуре. Действительно. Тим выкопал немало скелетов со следами участия в средневековых сражениях. Он ищет следы ранений на костях Хамфри. Я ищу очевидные следы ранений. У него короткая военная карьера, сражался только при Азенкуре. Хамфри повел своих людей прямо в гущу боя. Как свидетельствуют некоторые хроники, бок о бок с самим Генрихом. В хронике Генриха Пятого, написанной в 30-е годы 15 века, говорится, что Хамфри ранила в битве при Азенкуре. Он упал, а брат-король встал над ним и защищал от французов. Какой героический образ, а это правда? Трудно сказать, но самое важное, что эта история связывает Хамфри с братом, Генрихом Пятым. Легендарный образ. Возхитительный. Генрих стоит над раненым братом. Пролежав много лет открытым на потеху туристам и любителям сувениров, скелет Хамфри сохранился не целиком. Тем не менее, для Тима этого достаточно, чтобы оценить его и сравнить с тем, что известно о Хамфри. Его описывали как высокого, хорошо сложенного, крепкого мужчину. Настоящего воина. Что касается роста, то его можно сравнить со мной. Я выше метра восьмидесяти, он примерно такой же. Судя по этой кости, он довольно высокий. Да, так и было. Да, так и было. А, смотрите. Зуб? Зуб. Господи. Да, зуб. Зуб может дать массу информации. Так. Это... Правая рука, плечо. Вот тут. И можно снова сравнить со мной. Немного короче, хотя нет. Почти такая же. Похоже. Да. Итак, значит, его рост метр восемьдесят, возможно, больше. Очень крепкий. Хорошая безартрита. Никаких признаков костных повреждений. Нет. А теперь это. Боже. Большинство тонких костей в основании черепа пропали. Очевидно, повреждения в области ушей. Высокие надбровные дуги. К сожалению, лицевых костей почти не осталось, однако подтверждается сила и атлетизм этого мужчины, которому было уже больше пятидесяти лет. Довольно странно держать чей-то череп, зная, кому он принадлежал. В основании шеи еще одно подтверждение наличия мощной мускулатуры. Да, спины. Очень хорошо видны, да. Значит, чем мощнее мышцы шеи, тем больше неровностей. Никаких признаков слабости. Теперь мы кое-что о нем знаем и можем составить портрет. Итак, похож ли этот скелет на скелет 57-летнего человека? Да, и он высокий, крепкий. Таким он был. На данный момент я бы сказал, что он не преподнес нам сюрпризов, что уже хорошо. Довольно редко можно встретить кости известной исторической личности. А уникальность в том, что они принадлежали тому, кто участвовал в сражении, которым Тим одержим с давних пор. Непередаваемое ощущение. Мы столько говорили про Азинкур. Слишком долго. Слишком долго. И обошли поле сражения вдоль и поперек. Да. Много чего делали. Но редко, когда могли взглянуть в лицо человека, сражавшегося в тот день. Это так. Да, поразительно. И мы давно знали, где он был 25 октября 1415 года. Мы знаем, что он командовал большими силами рядом с королем не в авангарде или арьергарде. Он находился в гуще событий, сражался рядом с братом в центре и видел, что произошло с авангардом, когда погиб герцог Йоркский. Как и почти все английские рыцари при Азинкуре, Хамфри сражался в пешем строю в окружении своих оруженосцев и 800 солдат. И когда сражение шло к концу, борьба стала ожесточенной. Нам известно, что он упал на землю. Значит, он сражался в рукопашную, как и положено защищенному доспехами рыцарю. После серии залпов и из луков, рыцари должны были умело сразиться в рукопашную с французскими воинами. Да. Теперь значение братства при Азинкуре стало понятнее для Тима и Анны. На самом деле при Азинкуре сражались два брата. Мы говорили о собратьях как концепции, но они настоящие братья, родственники. Вот они, подлинные собратья. Как вы знаете, я противница идеи Шекспира, я считаю ее выдумкой. В армии была строгая иерархия, но вот перед нами настоящие братья. Хамфри, герцог Глостерский и его брат, король. Они сражались в бою бок о бок. Генрих защищал упавшего брата. Они обсудили план сражения, дрались рядом, а впоследствии наслаждались плодами победы. Хамфри сражался рядом с Генрихом и в последующих кампаниях. Я считаю, что это важная связь. Они братья по оружию, братья, сражавшиеся рядом и выигравшие битву при Азинкуре. О, были жестокие времена. Генрих и его братья родились лидерами. Семья. Династия для них важнее всего. Битва при Азинкуре произошла, когда их армия старалась отступить, но в целом кампания оказалась далеко не оборонительной. Англичане были захватчиками. Нужно напомнить тот факт, что у англичан не было права там находиться. Не надо забывать, что Генрих V – агрессор. У него не было прав на север Франции. Пусть он и мог потребовать Гасконь, все равно это было вторжение, нападение. Хотя чаще всего он изображается героем, мы должны считать его агрессором. С другой стороны, нужно помнить о том, что Англия и Франция в течение столетия оставались врагами. Лишь в 1904 году они заключили союз, сердечное соглашение и воевали вместе в Первой мировой войне. То, что сейчас Европа живет мирно, это результат Первой и Второй мировых войн. Нам нужно оглянуться назад, забыв про героизм и колоритность средневековых войн и понять, что та война – это серьезное событие. Мы должны осуждать ее так же, как мы осуждаем современные войны. Программа к показу подготовлена компанией SDI Media в 2015 году. Перевод Геннадия Максимова, текст читал Юрий Большаков.